и хочу показать простые примеры какие задачи можно решить и как это легко и круто в общем пример первый однажды я на сайте toaster.ru встретил вопрос как бы чуваку отследить все изменения всех пропертей там в определенном классе или во всех классах или там в нескольких какие он хочет сначала он хотел использовать kvo но это довольно сложно потому что надо знать набор всех пропертей там руками все это писать это не круто давайте я вам расскажу как сделать круто objective c ни для кого не секрет что динамический язык и классы сами по себе они не жестко вкомпилированы то есть мы можем их там брать менять доставать у них части например property с методами они тоже как бы могут висеть сами по себе и не быть там привязаны к определенным классу их можно доставать и менять значит вот у нас будет такой класс всем видно нормально шрифт достаточно большой вроде всем нормально короче вот у нас такой класс у нас две property в нем одна у нас обычная property и мы каждый день все пишем никаких там сложностей 2 более навороченная мы подменили getter подменили setter и и изменили еще имя айвара это важно потому что потом расскажу почему мы вот будем делать подмену setter of поэтому нам для начала надо добраться до класса есть два популярных способа которые тоже все знают наверное и есть способ использования рантайма то есть для того чтобы заизвать вообще рантайм мы должны заинкудить вот этот header нам открываются всякие функции вот есть две рантайм функции которые позволяют достать класс по его имени общий get класс и общий lookup класс есть еще третий способ более жесткий то есть достать список всех вообще классов и как-то в нем ковыряться это может быть тоже нужно потому что вообще может случиться ситуация когда в системе есть два класса с одним именем и какой тут найдется непонятно потом нам нужно достать все property есть хорошая функция класс copy property list которая даст вам список всех property в виде массива и вернет еще количество это функция копирующая поэтому надо память освобождать мы можем каждой property например взять у нее имя есть и другие функции вот мы получили список всех property причем эта функция копирует только property определенные именно в этом классе супер классные она не скопирует надо это обрабатывать отдельно у property есть атрибуты атрибуты это именно то что мы задаем в момент объявления вот так они выглядят в виде строки тут можно догадаться что здесь как раз таки хранятся имена сеттеров имена геттера имя айвара вот мы его поменяли и другие магические буквы есть расшифровка есть официальный мануал я плоский там можно посмотреть вот нас интересует имя сеттера мы можем конечно парсить это все дело но есть специальная функция для этого чтобы скопировать значение определенной атрибута надо просто передать его типа код ну у нас это с причем написано что он может нам не вернуть если его нету потому что у нас 1 property values не было к основного сеттера в атрибутах если кто-то обратил внимание ну и вот мы его проверяем если он дефолтный когда вернулся now то мы сами его конструируем берем set увеличиваем первую букву и добавляем двоеточие для первого параметра освобождаем память теперь нам надо добраться до методов как вообще все это дело происходит наверное тоже многие знают что вызов методов проходит через эту функцию в общем с g-send как посылка сообщения то есть когда у нас есть вот такой код мы пытаемся записывать в property значения на самом деле вызовется вот этот сеттер который у нас кастомный причем тоже есть нюанс некоторые думают что когда мы переопределили там getter и setter то у нас есть и стандартные тоже имена типа set и valid на самом деле у нас нету его больше потому что в property атрибуты можно записать только один вариант поэтому у нас всегда есть только один вариант getter и setter вот этот код превращается вот в этот код а этот код где-то в глубине души превращается вот в этот код то есть у нас вот этому объекту шлется сообщение вот такое с аргументами argument 1 в простейшем случае эта функция могла бы быть реализована примерно вот так у объекта берется класс и ищется метод для вот этого нашего сообщения селектора возвращается imp imp это указатель на функцию потому что методы objective-c они на самом низком уровне выглядят как обычные сишные функции и потом он вызывает этот метод тоже с этими всеми аргументами и с тем что в него пришло тут есть тоже тонкости если кому-то сильно интересно можно об этом поговорить для работы с методами есть сами тоже функции мы можем взять список всех методов класса по аналогии как с пропертями можем достать конкретный instance метод по селектору и метод класса по селектору тоже хочется упомянуть не могу удержаться от этого что у нас не бывает никаких статических методов в objective-c бывают методы класса методы инстанса для почему-то большой bad heard когда кто-то называет их статическими методами и самое важное что нас интересует что у методов можно доставать имп то есть реализацию и задавать ее наша задача подменить имп своим импом часто это называется как метод свизлинг вот мы будем вязать эту функцию допустим у нас есть класс у которого есть метод с одним аргументом возвращает айди нам нужно нужно вот вот это и вот это чтобы использовать функцию то есть имп и метод метод мы берем как я уже говорил через get instance метод теперь с импом имп это имеется такая сигнатура ее можно найти там прямо в xcode ну в хедерах первый параметр айди там будет self который у нас во всех методах есть второй аргумент это selector у него он называется еще подчеркивание cmd он тоже везде есть просто про него нигде не написано и возвращается айди ну когда там метод void то там просто не возвращает вот мы пишем функцию которая подходит под эту сигнатуру то есть там self cmd и наши аргументы у нас один аргумент поэтому этого хватит и мы берем вставляем имплементацию методу все теперь когда мы будем вызывать этот метод будет вызываться вот это независимо от того что там было или не было но нам это неудобно потому что мы здесь можем подменить только один конкретный метод конкретной реализации и более того нам желательно вызвать еще оригинальную реализацию в случае с одним методом мы конечно могли ее где-нибудь запомнить какой-нибудь глобальной переменной потом вызывать но у нас неизвестное число пропертей у которых есть имп и поэтому мне пришла в голову мысль было бы круто захватить их блоком и было бы круто если бы блок можно было засунуть вместо импа но это все можно оказывается то есть у блока можно забрать его функцию в виде импа но есть тоже нюанс у импов там идет self потом cmd потом аргументы здесь идет только self и аргументы про это я тоже могу рассказать более детально кому очень интересно значит вот мы получили имп у которого есть все что нам нужно и мы можем захватить в нем оригинальный метод чтобы вызвать потом его ну вот мы берем получили сеттер взяли из него селектор взяли метод для этого селектора достали имп оригинальный сделать такой блок вот у нас self потом аргументы один аргумент потому что сеттеров один аргумент здесь мы делаем свой код например печатаем в консоль вызываем оригинальную функцию и подменяем это все на наш блок все вроде бы круто но кто внимательно смотрел обратил наверное внимание на вот эту строку там отсюда но вот этот многоточие думает конец потому что мы не можем вот так вот взять и передать эти аргументы если бы эта функция была вариодическая то было бы все классно мы бы взяли в аркс и прокинули их но мы так не можем более того мы не можем просто так взять и вызвать имп с аргументом там cg rect потому что компилятор ничего не знает о том как надо его передавать поэтому мы обязаны кастить их в конкретные типы что вот например у нас этот тимп это войд то есть возвращает войд первый параметр у него иди только тогда у нас все правильно вызовется как нам быть мы можем получить у метода тип аргумента вернее его за энкоденный тип у нас два параметра первый уже заняты это self и cmd поэтому нам надо начинать с третьего аргумента под индексом 2 мы вот так вот берем его и сравниваем с кодировкой конкретных типов и когда у нас там совпадает то мы делаем конкретные прям блоки с конкретными типами и вызываем конкретную оригинальную функцию вот так это можно немного обойти если перечислить здесь все основные там типы cg rect и синтеджеры там сложные типы какие-то но естественно но не очень надежно но задачу решает пример получше есть такая функция обсе msg forward если ее вызвать вот здесь каким-то объектом и селектором то это приведет к тому что объекта вызовется forward invocation с уже готовым ns invocation где у нас выставлены все типы аргументов все параметры там уже все проставлено нам надо только сделать invoke как это сделать куда его вставлять мы его вставляем прям вместо имплементации методов наших в том цикле где мы подменяли сеттеры при этом это заставит как раз при выводе сеттера брось нас в forward invocation и вот такой я придумал метод мы берем ну это мы вот там в цикле у нас есть селектор для сеттера по имени saturname мы конструируем приватный типа селектор приклеиваем к нему строку и создаем такой же метод с оригинальной реализацией то есть мы как бы переносим вот эту всю логику из оригинального метода наш internal метод грубо говоря переименовываем его а вместо самого сеттера вставляем forward invocation ну и я там еще запоминаю их чтобы как-то отличать теперь мы должны еще и подменить forward invocation когда мы туда попадем мы сможем понять вызывается ли наш подмененный метод или же нет если подмененный то мы попадаем вот сюда мы заменяем у invocation а селектор на наш internal селектор и делаем инволк все срабатывает ну тоже есть подводные камни что это может кое-что попортить но в принципе сдача тоже решается иначе мы просто берем вызываем оригинальный forward invocation вдруг там что-то было важное и с этим его пример следующий как сделать все еще сложнее мы просто возьмем и заменим класс у объекта вот так прям возьмем и заменим почему это вообще это работает действительно у нас был ns number мы его печатаем он нам пишет вот такое потом мы берем делаем его классом с object а это же печатаем мы видим что у нас изменился description то есть у нас все все поменялось очень радикально потому что понятно что поиск метода пошел уже в классе ns object а и вызвался ns object а вский метод если мы вернем все как было то все станет как было это очень прикольно и я решил за юзать ns proxy потому что ну по нескольким причинам во первых это как бы ну для того он и был выдуман во вторых он не наследован ни от чего нет ns object а в нем сделан налог и в принципе все то есть у него не будет никаких лишних пропертей никаких лишних методов которые нам могут помешать мы просто будем прокидывать все вперед и все вот я написал такой класс назвал его observer наследовал ты нас прокси у него есть метод класса observer with object в котором я тут не влезло просто сохраняю оригинальный класс в associated object и подменяю класс на observer в итоге все что нам нужно это переопределить два метода это метод signature for selector и forward invocation сначала мы будем попадать сюда потом сюда то есть мы здесь достаем просто настоящий класс спрашиваем у него какая должна быть сигнатура и возвращаем его потом мы приходим сюда здесь все интереснее мы берем класс и смотрим что вызвано если мы понимаем что это был наш setter то мы делаем наш код а затем мы ставим класс обратно вызываем метод он уже все проходит в тот setter все чисто все отрабатывает и потом возвращаем тут все обратно конечно тут есть возможные проблемы синхронизации но по моему метод очень забавный и может кто-нибудь его использует нормально пример 2 есть большие широкие возможности по интроспекции вообще классов и чужих приложений но даже в своих приложениях и системных классах есть интересные штуки например мы можем получить список аутлетов и протянутых экшенов в рантайме как это делается есть такие классы оказывается я случайно их увидел там в дебаггере и решил посмотреть что они из себя представляют ну судя по названиям уже все как бы очень интересно надо смотреть смотрел на хедеры хедеры тоже вменяемые все что нам нужно здесь есть есть destination есть label есть source но это откуда протянуто это куда протянуто это имя аутлета например или же имя экшена в случае с event connection где это все брать потому что вы их просто так не возьмете есть такой чувак kenny tm но есть репозиторий на гитхабе который туда постит хедеры от приватных фреймворков куда он их сам берет он их скорее всего и за эту утилиту похожую или прям ее класс dump z а позволяет взять бинарник изгенерировать вам все хедеры потому что оно там все хранится довольно прямо если вы откроете конь бинарник в редакторе то она там в конце все прямо прямым текстом указано можно сам попробовать написать ну или можно использовать runtime у нас есть способ скопировать получить все классы системе получить все протоколы класса взять все и вары все методы тоже все протоколы все property мы можем все это сделать сами ну это уже в runtime утилита работает оффлайново грубо говоря ну и вот как нам это заезжать экспериментальным путем было установлено что то что нам надо можно достать в init в эскодере потому что это как раз там тот момент когда она разархивирует себя из storyboard или из ксиба там это все и происходит то есть промежуточный класс который разархивируется вызывает свою функцию connect и и вздыхает вот мы тут берем все как обычно достаем класс берем метод и подменяем ему метод и там печатаем что-то вроде бы все как обычно но тут есть подводный камень если мы возьмем еще и у базового класса метод то окажется что метод базового класса совпадает с методом вот этого класса потому что он не был переопределен в саб классе а у event connection а скорее всего был вот такой код ну потому что там еще есть одна property а который не было в базовом классе с вызовом супера поэтому метод изменился как нам здесь быть мы можем взять скопировать этот метод как я уже один раз показывал просто взять метод супер класса и добавить такой же метод с таким же селектором с таким же имплементейшном в child класс и подменять уже в child классе чтобы у нас не возникало коллизий потому что если бы мы прям так вот взяли и подменили то и в runtime event connection короче два раза бы мы подменили нам так не надо но это пример рабочий все классно но мы можем почувствовать себя серьезными мужиками и вызвать супер так как он должен быть вызван мы берем метод и подменяем его как я тоже показывал на блок и и чтобы вызвать супер есть специальная функция общ cmsg send super у нее все также за исключением первого параметра первый параметр это структура общ c super у которой два поля это ресивер он совпадает обычно с селфом необычно а так и есть а второй второй параметр это супер класс почему так сделано я тоже могу объяснить но времени мало потом кому интересно и вот так вот мы можем вызвать супер метод как бы если мы просто написали супер нет в из кодер и вот все конец тут есть useful links тоже их потом посмотрите и задавайте вопросы кого что ну практическое применение начал рассказывать с того что был реальный человек живой на сайте которому надо было подменять все сеттеры и я не знаю зачем ему это надо было может ему прикольно так было может он там в исследовательских целях каких-то это делал ну можно решить эту задачу задача была вот решение практическое применение на лицо был такой ну можно это да потому что класс это просто указатель на структуру и можно там тем или иным способом знать ее содержимое и просто сделать а лог там да все напихать и все будет нормально пожалуйста ну да key value observing он ну работает наверное похоже как на мой третий пример то есть он подменяет класс если вы подпишетесь observer на какой-то кипов и распечатайте класс то они там даже не пытаются его как-то там скрывать вам придет прям хоть сам кивио класс и да это прям так и работает и есть такой майк эш у него интересный блог всем советую его прочитать там у него была статья что что-то там имплементинг кивио вилл там что-то такое и он тоже там рассматривает похожий пример очень интересно еще вопросы ходу вопросов нету ладно спасибо спасибо спасибо